Дота 2 Дота 2 Дота 2 Power Agents J4 FNG-шка Ширский код Moonlight Скандал Играют они против XGameCZ Это Mantis Reeves Whatafaka Slotcat И Equal Немного статистики по командам Среднее количество убийств за игру 22,4 Среднее количество смертей 20,9 Извиняюсь Что ж, среднее количество смертей 20,9 Фурион Самый пикомый герой Появляется 26 раз Винрейт Его составляет 65,5% Следом идет аппарат 24 пика 45% Винрейт Ну и вот Раста 22 раза появлялась в пике 63% Винрейт Самый победоносный герой Это Шторм Спирит 19 раз И 73% Винрейта Давайте посмотрим Что теперь нам могут сказать О команде XGameCZ Среднее количество убийств за игру 20 Среднее количество смертей за игру 29 Самый пикомый герой Бэтрайдер 18 раз появлялся 44% Винрейт Следом идет аппарат 16 игр 37% Винрейта Самый победоносный Кентавр 15 игр 60% Винрейта Ну и наверное Можно уже перейти Непосредственно к пику И бану Я угадал? Да, я угадал с первого раза Пауэррейнджер Забирает себе аппараты Брюмастера XGameCZ Отвечают Виспом И Кентавром Ну Кентавр Понятно Самый Как мы только сейчас видели Победоносный герой 60% имеет В бане Находится Бэтрайдер Инвокер SF И Doom Ну по большей части Мидеров и оффлейнеров Убрали ПР XGameCZ Избавились от Ликантропа Патмы Лича И Рубика Напоминаю, что Дилей на стриме Составляет 5 минут Поэтому Мы Точнее Я не особо Успеваю читать Ваш чатик Но Веселые барабанчики Да, Power Rangers В последнее время Очень сильно смотрится Ну по крайней мере Я успевал Как-то Периодически Следить За некой Дотой И Видел, что И Virtus.pro Они Не совсем Много Потратили Сил Чтобы выиграть Посмотрим Как пойдет На квалах Я думаю Что в плей-офф Они попадать Попадать должны 20 секунд Бонус тайма Третий герой Есть оффлейн Есть саппорт Необходим Миддер саппорт И мейн керри Команде XGNKZ Извиняюсь Если я буду Периодически Их звать Next Потому что Все же уже Привычка Это Вичдоктор Ну что Чем Ответят ПР Забрали Уже Очень Сильного Саппорта Есть Неплохой Миддер Если Конечно Он туда Пойдет И не на Фрифарм Раньше Бывало И такое Что Брю Отправлялся Фрифармить Ну и что Минута 40 Задумались Ребята Пошел уже Бонус тайм И правда У XGAME Его осталось Совсем чуть-чуть Перы могут Еще немного Подумать Но кто тут Может появиться Брюмастер В принципе Герой Который Ведет Доту Достаточно Агрессивную И на 6 уровне Начинает Уже Подкарывать Немного Поэтому Под него Может появиться Какой-нибудь Вивер Нет Появляется Дизраптор Что является Тоже Очень Агрессивным Саппортированием Хотя бы Из-за того Что Может В любой момент Вернуть Своего оппонента На место У нас Что-то Небольшое Количество Дропов Я не знаю Как это Отобразится На стриме Но Интернет Подлагивает Киоснайт Чем ответит ПР Висп Хауснайт Достаточно Старая Связка Которая Длительное Время Использовались И не знали Чем вообще Контрить Но Здесь Очень круто Заезжает Дизраптор Дизраптор Сюда Ворвался И В любой Прилет Виспа С Хауснайт Может караться Тем Что Либо того Либо другого Отправят Назад И покарают Резервтайм Ну и Надо брать Героев Потолще Потому что Тут уже Понятно Что Связки Сильные Извиняюсь Сталката Назвала Сладкэтом Извините Дорогие Друзья Конечно же Это Сталкат Гайрокоптер Появляет Супер Ну Гайрокоптер Накрыл Аппарат Купол Кулдаун И ГГБ Ну и Минус Разор Радиент Да Есть Дропики В эксплите Не знаю С чем Это связано Но В любом Случа Интернет Подлагивает Аут Ворлд Девауэр Появляется Последним Пиком Ну Брюмастеру Будет неуютно Против него Стоять Это Определенно Герой В принципе Зависящий От Клэпа Опять же Пивко Постоянные Маны Требует Чтобы Накидывать На УД Говорят Что В ДОТАТВ Мои игры Нет Сейчас Посмотрим Нет ДОТАТВ Игра Есть Вот Она 1200 Зарителей Народ Наблюдает Так Ну Звук У ДОТАТВ Тоже Есть И Фурион Появляется Так Надо не забыть Убрать Волшебную Рамку Которая Может Напакостить Мне Смотрим Что ж Фурион Ноуфлейна Чеширского Кота И Смотрим Ждем Приземления На Вич Доктора Те Барабаны Они Вообще Вам не замолкают Надо их Все равно Как-то Подуспокаивать Иногда Не Нельзя Столько Барабанить Ну И Смотрим Икс Гейм КЗ Они же Некст КЗ Бывшие Ватафака ОД Мантис Играет На Хаус Найти Сталкат Кентавр Рив Играет На Виспе И Квал Вич Доктор Команда Power Rangers SFX Играет На Дизрапторе Ой Извиняюсь FNG Играет На Дизрапторе Чирский Кот Фурион Скандал Брюмастер J4 Ancient Operation И Moon Играет На Гирокоптере Огромное Количество Этих Приставок К никам Они Немного Смущают Дизраптор В В Мед Л Од Я Не Знаю Будет Л Вообще Отходить Отсюда Кентавр Ну Должен Должен Кентавр Вряд ли Здесь Будет Находиться Возможно Будет Попытка Сделать ФБ Но Не Более Что В Агрессивную 3 Плос Смещение Инвиз Ну И Стычка В Медле Здесь Уже 3 Игрока Команды Next КЗ Тут Стан Понимает Вич Доктор Что Здесь Есть Вижен Был бы Еще Кто Рядом С Брю Мастером Я Думаю Мы Наваляли Но Не Пошло Ну Сейчас Начнет Отправлять В Астрал Да Татс Ласт Хитить Не Давай Денай И так Далее Так что Брю Здесь Будет Несладко Что У нас На ботами На ботами Хаос Найт Будет Стоять Против Фуриона Есть Рядом Висп В теории Здесь Лишний раз Фуриону Лучше Не Появляться На лейне Потому что Его могут Подцепить И Заколошматить Ну Ну и Кентавр Который Будет На лейне Против Дезераптора Аппарата И Гирокоптера Тоже Перебыковывать Нельзя Потому что Убежать Против Глимса Есть Проблема Ну пока Мы видим 5-0 Гирокоптера 4-2 У Хаос Найта Все в принципе Очень ровно Подходит К вышке Фурион Радуется Потому что Сейчас Начинает Получать Икспу В безопасности Ну и ФНГшка Ставит Паузу Извиняется И тут же Продолжается Игра А что-то Сигналит На гирокоптера Потом Сигналит На аппарата Не знаю Зачем Сигналит Ну и Брюмастер В медле 5 на 2 Против 2 на 3 У Дэв А пока Мидл проигрывает Несмотря на то Что у нее есть Астрал И Брюс Здесь должно Быть Немного Труднее Хаос Второй уровень 10 на 7 Труднее Труднее ФНГшка В таверне Пока Размен 1 в 2 Ну и Мантис Всему Тоже Отваливается Прилетает Сюда еще И Кентавр Как же ему Больно Будут ли Спруты Но спруты Нет маны Теперь есть Ай-яй-яй Не достал Не достал Совсем Чуть Фурион Мог бы Закрыть С прутами И тогда Под чилин тачем Это скорее всего Был бы еще Один фраг Но пока Пауэрэйнджерс С очень Агрессивной Игрой Ранним Заходом За Т1 Делают Три фрага Дезераптор Отправился На ботом Тем временем Получить Немного опыта Третий уровень Уже есть У аппарата второй Гирокоптер Сочувствует Вообще Великолепно Есть уже Физы Почти Пятый уровень 16 на 3 По крипам Да Тут у Муна Все очень Круто Ну что Будет ли Еще один Заход На тавар 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 Чуть-чуть Совсем Покоцали Несмертельно Поэтому Следующий Заход Наверное Будет уже Поинтереснее Больше Агрессии На тавар Там очень Много Сейфтп Быть Одна Од Прячет Что Обремастер Обремастера 16 на 6 Ад 13 на 6 По-прежнему Проигрывает Миддл в принципе по XPN на 3 единицы выигрывает. Да, вот Дэнни выпускает просто из Астрала. Уже 3 раза там побывал в скандал за последние минуты-полторы. Ну, а Хаос продолжает фармить. Ну, помимо этого, надо, чтобы еще и Вис получал где-то опыт. Ну что, Гира постреливает. Есть отдачка в единицу у Кентавра, поэтому не так приятно. Ой-ой-ой, ОД забирает Дизраптора. Я не знаю, что здесь сделал Дизраптор. Какой-то неудачный ганг от ФНГшки. Который был наказан Мидером. Ну, и это неприятно, когда Мидер делает целый килл. Вот уже есть седьмой уровень. Потратил ОД ультимейт на этот килл. Но, тем не менее. Если Дабл Эдж, есть Танн. Пошли Каски, Дабл Эдж и минус аппарат. Да, Кентавр такую фигню не прощает. Пытаюсь спросить, почему мы может не показывать игра в Дот-2 ТВ. Ведь Доктор разбирает руну Ригина. Тем временем на топе. Вернули. Закрыли. Но Кентавр успевают уйти. Да, надо было сначала ставить филд, а потом уже возвращать в ту же секунду. Тогда были бы какие-то шансы. Ну что, Фуриончик тут? Или Фуриончик прилетит? Где Фуриончик? Фуриончик, вот. Фуриончик готов врываться. Если что, за Тавр и вызывать свою бригаду. Но пока подпушить трудно. В том случае, по вышке уже почти сбрили. Это есть неплохо. В НГ манны есть. Глимс только через 20 секунд. Постреливает по вышке. Кентавр забирает крипов. Останавливает, так сказать, танкование под пуша. Ну и потихонечку-потихонечку приближается к своему шестому уровню. Что там у Брю? У Брю и седьмой уровень. Есть ультимейт, 7 стиков, но маны, конечно же, не хватает. Потому что он постоянно в Астрале. Прилетает сюда Фурион, пошли тренты, и сейчас начнется подпуш. Заход на вышку. Фортификейшны нет, крипов забрать некому, поэтому тавр будет отваливаться. Ну и первая вышка для Power Rangers на 8-й минуте. Тем временем, 44 на 17 у Мантиса. Фармит, фармит хаос на этом. Есть ПТ. Тысяча на руках. Ну, без Лиспа хаос на это не очень. А Вист только еще четвертого уровня. Не самый худший вариант, но, тем не менее, до релокейта еще полтора уровня получать где-то надо. О, да. Не везет пока ему на ауру. Видно то, что 300 маны всего осталось. Это не к добру. И должны возвращать. Должны возвращать. Прилетает сюда Фурион. Астрал. Кулдаун. Не могли понять, где появится ОД. ОД появился все-таки в месте, куда его вернули. С дабл дэмэджем наваливают. Кентавр может погибнуть. Пошли каски. 4 секунды стана. Брюмастер. Проблемы. Да, накрывает его ультимейтом ОД. Он уже перезарядился. И надо отсюда бежать. Подтянули гирокоптера. Гирокоптер. Мун. Проблема. Пытается уйти на хайграунд. Летит. Есть стики. Еще один стан. 3 секунды. Отличные спруты. Но все равно подтянули. И минус. Пытается Фурион расстрелять ОД. Тычечка. Еще тычечка. Но нет. Выживает все же. Выживает. Тут с виспом неплохой подхил. А вот Вичдоктор может отсюда не уйти. Нет. Все же уходит. Барабаны появляются у Хаос Найта. Также есть восьмой уровень. Тем временем аппарат на топе стоит в соло. И пытается дождаться своего айс бласта. Еще целый уровень до него. Опять Астрал. 5-4. Некст КЗ пока впереди. Преимущество по золу только у пяти сотен. По экспе две с лишним тысячи. Очень неплохое начало. Несмотря на провальный, так сказать, деф вышки на топе. На третьей минуте сейчас. Неплохо вернулись в игру. Вернули все преимущества. И даже вышли немного вперед. Штолгерклаб. Физы. Аквила. Приобретает ТП. Ну, понятно, что здесь будет быстрое БКБ. Максимально быстрое, насколько возможно. Ну и вот, наконец-то, у аппарата сейчас будет шестой уровень. С следующего пака. Если, конечно, его сейчас не цепанут. А его собираются цеплять. Пошел ульт Кентавра. Да, героя у него нет. Пытается забежать за Тавр. Если хоть одно сейф ТП. Есть ТП. Придают сюда Фурион. Ставится вортекс. Станов не попадает. Фурион, по-моему, слишком глубоко залез. Да, тут же погибает Ширский Кот. Пытается его подсеймить. Есть Клэп. Вич Доктор. Нет, ну, такие не улетают. Ну и Висп, если что, уйдет на тизере. Один в два по итогу. Ну, опять же, это один. Это тупо ошибка Фуриона, который прилетел непосредственно в самую гущу событий. А не куда-то чуть ниже в лес или чуть выше за Тавр. Откуда также мог дотянуться с прутами. Ну, 6-6. Что у АД? АД, Мидос, Нул Талисман. Достаточно дефолтный запак. Сейчас должен начать появляться Форстаф. Потом еще что-то, еще что-то. Хиксы. И по итогу очень-очень бы бой делать ультимейтом. Аппарат. Уже почти седьмого уровня. В медле. Цепляют ОД. Ульт-аппарата. Есть ли Глимс? Глимса нет. Хаус Найт. Очень много дэмэджа. Пытается уйти. Булыжник по голове. Ультимейт ОД. Накрыли. Висп единственный, кто пока погиб. Мантис тоже отваливается. ОД замерзнет, скорее всего. Нет, пытается уйти. Нет, все-таки накрыли булыжником. И минус ОД. Это дабл-кил от скандала. Вич-доктор, куда же ты залез? Иквал, иквал отсюда тоже не уходит. Клэп, скандал, трипл-килл. Минус четыре в исполнении Пауэррэнджерс. Не потеряли ни одного персонажа. И наваливаются на тавер. Да, очень жесткая драка получилась. Не вовремя залетел Хаус Найт. Попал под ульту аппарата. Ему там нашпыняли добротно. Падает вышка. Забирает ее герокоптер. Мидас тут же появляется у Фуриона. Двенадцатая минута. Не самый ранний, но все же неплохо. Ну что, Гира? Потихонечку, потихонечку. Сейчас будет на Митрио Хаммер. Прилетает туда еще. Пошел Фурион с трендами. И будут наваливаться на вышку. Да, ПР решили захватить преимущество по ТВ-рам. Соответственно, мы видим, что произошло с графиками. Более трех тысяч золота преимущество у Пауэррэнджерс. Тысяча по Икспе. И сейчас оно будет увеличиваться, если Иксгейм не начнут дефать. Минус аппарат. Не знаю, почему именно эту траекторию движения он выбрал, но вот наказалась она очень быстро. Дабл дэмэдж есть в Ботле у Скандала, поэтому подраться он, в принципе, может и рискнуть. Каски. Чижский кот. Очень много дэмэджа. Еще каски. Кот отваливается. Гирокоптер. Расстрелял одного. Дабл кива от Муна. Пошел вгрызаться. Пошел Глимс. Вернули сюда. Ульт аппарата. Залетает после байбэка. Мантис. Проблемы. Провезу ультимейт. Все видят настоящего. Минус Мантис. И, скорее всего, нет. Отпускает Вич Доктора. Глимса еще в любом случае нет, но можно пробовать погнаться. Тавр упадет. Падает Тавр. Забирает его Брюмастер. Есть ли на Клэп. Клэпа пока нет. Пошло пивко. Есть слоу. На стан не хватает. Имана уходит в минус. Есть Клэп. Зацепили Эквала. Тычка по горбу. Глимсом вернули. Зачем? Что сейчас сделал ФНГ? Это было печально. Я не знаю. Это был под сейфгуды. Я бы так назвал. И опять подставляется Джейфо. Нет пока Даггера. В любом случае под весом. Пытались загнать. А был ли ультимейт? Не было ультимейта. Иначе бы, наверное, аппарат отсюда не ушел. Заход на Рошана. Прилетает сюда Фурион. Гирокоптер уже с 10 секунд МБКБ. Пошли Тренты. И наваливают. Неприятно. Рошанчику. 15-й минуты игры. Мы видим, что более 5000 преимуществ у Power Rangers. По золоту 2000 по XP. И что здесь может появиться? Форсав совсем скоро появится у ОД. В принципе, добавит ему интеллект. 11 уровень уже есть. И может очень больно жахнуть своим ультимейтом. Гирокоптер забирает Аегис. Стаки. Пошли стаки. Для Гиры это сейчас не проблема. Очень быстро фармить. Тут саппорты получают экспу. Сейчас 9 уровень как минимум получит аппарат. Дизраптор уже 9. Тут все великолепно просто. Ничего себе звук был. Ну, а Фориончик тем временем идет потихоньку в Некра. Т2 все еще стоят. Вот на Т1 заход на топе. Хаусная 10 уровня будет вваливаться. Потихонечку выходит в Мордиган. Есть перчатка и Хэм оф Айронвилл. Хрязь, хрязь, хрязь. Полетел дефрит Гирокоптер. С Аегисом он бояться нечего. Если что, подлетит и Фурион, и ультаппарат. Так что Гирокоптер себя чувствует великолепно тут. Ну и Брюмастер. Пойнт Бустер. Потихонечку к Аганиму. Кто понял, жизнь тут не спешит. Здесь у Иксгейм неплохой массфайт должен получиться. По сути, если на Крою Тодей поставится Дэдвард, в принципе, должны распетлять. Если удачно влетит Кентавр. У Кентавра, наконец-то, есть Даггер, который к нему прилетает. И теперь он хоть как-то может ворваться и застанет. И начинает падать Т2. Есть Фортификейшн, должны, в принципе, подэфить вышку. Каски. Что, будут дэфить или просто отойдут? Минус вышка от Гирокоптера. Без боя ее отдали. Также можно смещаться на Т2 на другом лайне. Если Иксгейм не начнут дэфить вышки, то преимущество перевалит 1012-15. И тогда игра будет закончена, по сути. Как только Аганим появится у Брюмастера, у Гирокоптера, там, я не знаю, Деедалус или МКБ. Все будет очень плохо. Ну что, Гирыш. 3000. Покупает ТП. 300 на руках. Возможно, это будет Бутерфляй, который здесь, в принципе, не помешает. Что-то приобрел себе. Это Иглсонг, да. Все-таки бабочка будет. Атак спит. Уворот. Есть от кого поворачиваться. Тот же Хаус Найт, по сути, больше количества дэмэджа носит с руки. Но есть смысл иногда от него увернуться. Ну а тут заход на ботом. Фурион сейчас должен подлетать. Уже, наверное, подлетает. Да, оказывается тут... Ну давай, вызывай. Своих братюней. И это будет падать вторая Т2 у команды Иксгейм. Ее надо дефать. Ее надо определенно дефать, потому что это еще тысяча с лишним преимущества. А его и так уже почти 8 кусков. Каски. Цепляют Хаус Найта. Ульт-аппарат сюда залетел. Есть глимпс. Вернули. Скандал. Накрыли ультимейтом. Будет ли клэп? Клэпа нет. Но Хаус Найт переживает ульту аппарата. На ботами вышка продолжает падать. Сюда же делают ТП. Прилетает ОД. Полвышки. Полвышки сбрили. Кентавр готов, если что, ворваться. Есть ультимейт и даггер. Но помощи тут не будет. Разве что Висп с Хаус Найтом. И, собственно, они это и делают. Верну Хаус Найта. И на этом все заканчивается. Проблемы теперь у Виспа огромные. Висп улетит отсюда нескоро. Да, улетает в таверну через 30 секунд. Как я и говорил, это, по-моему, нормальная практика. Когда прилетает Хаус Найт с Виспом. Не успели дать стан. И глимпсом один направляется назад. И Денайт вышку ОД. Не достается она Пауэрэйнджерсам. Но, в любом случае, они обезопасили себе следующего Рошана. Уже забрав большинство ОТ2. Еще вот мидл откусить. И... Закрывают. Будет ли коллдаун? Есть коллдаун. БКБ здесь нет. Можно включать Мордиган. Включать Мордиган. Выехал очень удачно. Но Диздраптор еще погиб. Попытка забрать. Тычечка. Забирают. Ульт Кентаврал. Гирокоптер проблемы. Но у него еще есть Аегис. Он пытается пережить. Много дэмэджа залетает. Аегис все же дропается. Есть даггер ультимейт. Готов из счета ворваться. Сталкат. Да, вышку не получается убить. Потихонечку пострелит гирокоптер. Уже близок к своему мутерфляю. Пошли тренды. Ну что, кто-то будет врываться? Кентавр ультимейт отсутствует. Каски. Ну, до форты еще очень долго. Поэтому катапульта с гирокоптером потихонечку свое дело сделают. 300 хп остается уже у вышки. 388. Надо как-то дефать. Нужно что-то делать ребятам из X-Game. Врываться, делать какую-то драку и так далее. Мидосы. Вот тут скоро будет БКБ. БКБ интеллекта не добавляет. Денает ОД. Вышку будет леглимс. Вылезет он здесь. Пошел руки. Как же больно. Запрыгивает с клэпом. Гирокоптер прожимает БКБ. Отличный коллдаун. Погибает здесь Кентавр. Если у Кентавра байбэк. Нет байбэка. 100 золота. И начинают карать Т3. Полвышки уже сбрили. Здесь фуловый скандал. Бояться ему нечего. Почти уничтожили вышку. Отходят. Я хотя думаю, что это скорее всего развод. Сейчас будет разворот. Нет? Нет. Кто-то улетает с ТП на базу. Фурион восстанавливает манну. Вторые Некра появляются. Ну что, будет смог и разврат. Аппарат по-прежнему девятого уровня. Не помешал бы ему одиннадцатый. Цепляет. Хаус Найт. Пошел ульт-аппарат. Ульт-аппарат неплохой. По-троим попадает. Висп. Должен замерзнуть. Детвард очень много наваливает. Стоит здесь Вич-доктор. Очень много каста уже сделало. Вич-доктор погибает. Иллюзии Хаус Найта. Добрели аппарата. Хаус Найт. Живет. Ульт-фуриона. Отличный ульт-фурион. Здесь прилетает. Пока размен 3 в 3. Пытается улететь отсюда. Но сбить нечем. Да. Нету станов как таковых. 3 в 3. Погиб Хаус Найт. Вич-доктор и Висп. В замесе от ПР погибли Дизраптор, аппарат и Гирокоптер. Третий Некра появляется у фуриона тут же. Но скандал продолжает подпушивать. Есть уже Аганим. Есть Руна Регина. Полторы тысячи на руках. И ни одного Т2 у команды Иксгейм. Более 10 тысяч преимущества на 24 минуте. Это очень печально. Отбиваться особо нечем. Нет БКБ у Хаус Найта. Появляется только Огр Клаб. До Блэкинг Бара еще потеть и потеть. Но у Гирокоптера Талисманов и Вейджин уже есть. Остается фармить Хвард Стелф, до которого 5 сотен. Ну и что там на топе Хаус Найт. Продолжает Сиспом подфармливать. У Виспа тоже все плохо. Боттл Стики. Не помешало бы ему Мека. Которой не хватает. Вич Доктор идет в БКБ. Да, но он хочет стоять. Стоять и никуда не деваться. Ставить Детвард. И чтобы он раскастовывался на фу. Что, будет ли врыв какой-то? Коврывов никаких нет. Неплохо было бы идти по, наверное, медлу. У которого 470 хп. И там можно было бы Т3 забрать очень быстро. Хотя до Рошана остаются считанные секунды. И, скорее всего, именно он станет первой целью команды Пау Рейнджерс. Вот он, Баттерфляй. А уже 200 плюс атаки у Герокоптера. И отличный атак спид. Аппарат получил 11 уровень. Есть, если что, форстаф для подсейва. Ну что же, скандал. 2 200. Будет ли собирать какую-нибудь шиву? Или во что он тут пойдет? Возможно, это будет рефрешер. Как и любил у нас китайский брюмастер ДДЗ. Дайор Стоп Тауэр 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 На фуриончик тут решил избавиться от своего Тауэр. Нет, давай, тут есть в рейф. По цельсам стоят. Очень много дэмэнджа. Сталкат. БКБ прожал. Герокоптер стоит просто расстреливать. Ничего ему сделать не могут. БКБ пытается улететь отсюда ОД. Тыкает земляную панду. Вернули сюда Вич Доктора. Это фулл 5 Тим Байп, дорогие друзья. Икс Гейм. Проигрывает драку 0-5. Это печально. Это печально. Падает еще и Рошан. Они не смогли банально убить Герокоптера. Герокоптер был слишком силен. Он прожал БКБ и стоял просто расстреливал всех. Это при том, что у него нету лайфстил на данный момент. А в скором времени он появится. Сейчас у него будет Аегис. Я думаю, это будет заход по медлу. Падает Рошан. 30 секунд не будет ОД. Есть у него байбек. Байбека у него нет. Крипы подпушили ботом. Там уже вовсю орудует Фурион с третьими некрами. Ну что, часть вышки отвалилась. Висп с Кентавром живы. Ну все-таки рестница ОД. Не успеют зайти в мидл. Хотя сейчас подкат ультимейтов. То есть секунд через 30-40. Должны уже будут ломануться ребята. И понимая, что они прекрасно сейчас провели файт. Вот и появляется, кстати, тот самый лайфстил. Hello, доминатор. Который в ближайшем будущем превратится в сатаник. И гирокоптер здесь будет вообще непробиваемой целью. Еще и волка к себе присобачил. Альфа-волк. Ну, Фуриончик фармит. Также будет форстав совсем скоро. Гира. Ну, наяривает очень быстро. Какой-то так 0,7 перс секунд. Но это еще не самый большой вариант. Вот появляется Шива. Все-таки вместо рефрешера. Глимса не будет. Не стали возвращать. Что? Пауэр рейнджерс. 15 тысяч преимущественно на 28-й минуте. Заход на хайграунд. Есть фортификейшн. Пошел чилин тач. Должны проюзывать фарту, чтобы хоть как-то защитить вышку. Проюзали. Есть ТП. Должна быть драка. Ставится тут же стан в Кентавра. Ну, ракету должен сшивить. Паша ульт-аппарата. Прожали все БКБ. Врывается гирокоптер. Просто даблкил мгновенно. Кентавр стан только по Дизраптору. Закрывает вовс про тейм. Минус Кентавр. Трипл килл. Два байбека тут же. ОД в игре. ОД закрыт. Под Сайлансом. Много дэмэджа. Стоит гирокоптер. Стоит под Дэдвардом. Абсолютно по барабану. Его не может подамажить даже Дэдвард. Который, кстати, второго уровня. Рампэйдж Баймун. В первой же игре квалификации. 31-12, дорогие друзья. Пауэр Рейнджер заканчивает эту катку. Изи катка для ПР, наверное. Я думаю, ребята сами так считают. Но я бы не сказал, что X-Game плохо смотрелись. Просто с пиком перемудрили. И когда взяли Хаус Найта после уже появления Дизраптора. Это, наверное, было неправильно. Что ж, у нас будет сейчас небольшая музыкальная рекламная пауза. После которой нас ожидает матч. Я сейчас скажу, какой. Матч АВэр против X-Game КЗ. Ну, а пока никуда не расходитесь. Много чего интересного еще впереди. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Дота 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SL.